Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Удачные Секреты и вместе с вами я, Виктория. В преддверии праздника 23 февраля я недолго думала, что я приготовлю, потому что я заранее решила, что это будет мясо. И сегодня я приготовлю очень вкусную рульку по-баварски. Перед вами продукты, которые необходимы для приготовления рульки. Сама рулька, лук, лавровый лист, перец горошком, ну и, конечно же, соль. Немножко расскажу про рульку. Она у меня уже полежала часов 5, наверное, в водичке. Я ее тщательно вымола, шкурочку почистила. Видите, она чистенькая. И после того, как вынула из воды, я ее немножечко полотенцем бумажным просушила. Теперь я опускаю мясо в кастрюлю с водой. И отправляю кастрюлю на газ, жду, пока она закипит. Вода закипела, теперь нам надо снять всю вот эту вот пену, убрать обязательно. Забыла вам сказать, что для этого рецепта берется рулька только с передней ноги. Со свиной, конечно же. Так, сейчас уберем всю пену. Хорошо. Дальше. Вот теперь, когда уже кипит бульон, добавляем сюда луковицу, добавляем сюда лавровый лист, перец, то есть те специи. И солим по вкусу. Положим примерно сначала столовую ложку. В процессе варки буду пробовать. И если соли будет маловато, конечно же, буду добавлять. Вот так вот оставляю в таком виде рульку свою. Прикрываю крышечкой, конечно же. На маленьком-маленьком огоньке она будет томиться у меня где-то примерно 3 часа. Итак, рулька моя проварилась 3 часа. Сейчас мы с вами начнем с ней работать. Для следующего этапа приготовления моей рульки нам будет необходимо для соуса. У меня здесь в тарелочке ложка меда, ложка томатного соуса, 1 столовая ложка горчицы и выдавленный чеснок. 2 зубчика. Еще нам чеснок понадобится для того, чтобы нашпиговать рульку. То есть я ее сейчас буду разрезать и в разрезы вставлять вот такие вот кусочки чеснока. Я уже все подготовила, чтобы не тратить зря время. И еще нам понадобится темное пиво. Обязательно. Это неотъемлемая вещь, которая нам необходима при приготовлении этого мяса. Ну и у меня здесь брусничный соус. В оригинальном рецепте необходим соевый, но я почему-то захотела брусничный. Итак, начнем. Для начала рульку свою я немножечко вот так вот подрежу. И с другой стороны. Она уже подстыть успела. Проварилась. Если такую рульку заранее сварить, то можно ее приготовить даже к ужину. То есть она буквально за полтора часа будет готова. Вот в эти места, где я сделала надрезы, сейчас буду вставлять вот такие кусочки чеснока. Так, везде. Она уже пахнет, даже еще не запекаясь. Уже на всю кухню раздается аромат. Ну, вроде бы везде нашпиговала какая-то жилка. Теперь буду смазывать всю рульку вот этим соусом. Я его перемешаю. Хорошенько. Всего тут по столовой ложке. Вот, горчица, еще раз повторюсь, и томатная паста. Я еще немножко, наверное, все-таки не подсолю его. Потому что рулька-то соленая, но и соус тоже должен быть немножечко соленый, чтобы не было кресло совсем. Ну, вот и этим соусом я сейчас буду ее обмазывать вот так полностью. Хорошо вот так. Знаете, что, забыла еще соус брусничный. Ну, ничего, еще не поздно. Примерно тоже 2 столовые ложки. Тоже очень ароматный. Необычный такой аромат. Я скажу, не хуже соевого. Ну, вот, теперь уже точно все смазываем. Нижемее вот так вот. Хорошенько-хорошенько всю ее смазали. Так удобно ее держать за косточку. Теперь рульку отправлю в противень. Как видите, у меня уже все тут готово. Здесь у меня 4 слоя фольги выслано. Я ее отправила сюда. Наверное, все-таки переверну ее в другую сторону. Она будет удобно отмежать. Сейчас будем добавлять в рульке самый главный ингредиент. Пиво. Налью, наверное, сначала стакан. Сейчас посмотрим. Пинется. Так, это у нас получается где-то полстакана. Выливаем сюда в противень. И еще полстакана. Ну, чтобы рулька купалась в пиве надо. Где-то грамм 300, наверное, вот так вот. Вот, вот она плавает почти. Теперь мы фольгой вот так вот прикроем ее. Будет выпекаться она в таком виде в духовке при температуре 180 градусов примерно в час. Через 15 минут нам надо будет заглянуть под фольгу, и я потом объясню, что делать дальше. А сейчас я отправляю ротвень с рулькой в духовку при температуре, еще раз повторюсь, 180 градусов. Пусть было 15 минут с того момента, как я поставила рульку в духовку. Сейчас нужно сделать следующее. Я специально эту тюрьму не укутывала сильно, потому что каждые 15 минут в течение часа мне надо будет делать вот эту операцию. Пусть опасно и горячо, но нам просто необходимо это сделать. Перевернуть с одного бока на второй. Это для того, чтобы со всех сторон рулька пропиталась пивом. Опять ее укутываем. И отправляем в духовку на следующие 15 минут. То есть в течение часа будем делать вот эту операцию. Прошел час. Я достала рульку из духовки. Сейчас ее открываем. Я ее ворочила. Потом уже под конец можете не ворочить, а просто набирать ложечкой этот сок пива и просто поливать. Это тоже можно сделать. Вот эту верхнюю фольгу надо оборвать. Она уже не нужна. Теперь делаем такой же состав соуса. То есть томатная паста, горчица, мед и соус соевый или брусничный. Немножко присолить. Все это перемешать опять. И теперь вот этим соусом надо смазать поверхность рульки. Мясо уже мягкое. Оно-то и было уже почти готово, потому что проварилась наша рулька. Хорошенько смазываем. И уже без верхней вот этой фольги отправляем рульку в духовку на минут 20, чтобы корочкой взялось мясо. При этом духовку увеличиваем до 200 градусов. Прошло 20 минут. Рулька готова. Посмотрите, какая она красивая, золотистая. К столу подавать я ее буду с картофельным пюре и кислой капустой. Кстати, в оригинале рульку подают с тушеной кислой капустой. Но я немножко отошла от оригинала. Я думаю, здесь ничего такого страшного нет. И на прощание я хочу поздравить вас, дорогие мужчины, с 23 февраля. Пожелать вам сил, здоровья, удачи, благополучия. Пусть в ваших семьях царит мир, покой и любовь. А на этом я прощаюсь с вами. До скорых встреч на моем канале.